Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, ну а также своих хороших и добрых зрителей. Я хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ребят, огромное вам спасибо за вашу поддержку. Ну что, мои хорошие, как говорится, поехали! Вы знаете, поберуха все-таки, друзья мои, бедная и несчастная. Уже не знает, как лёлька сплавить свою офигенную, друзья мои, продукцию. Уже и так, и сяк, и боком, и с прискоком, и со всем на свете. Уже и во двор сбегает, и хрюшек нам покажет, и коровушек покажет, и коз покажет, и птицу покажет. И остальное хозяйство все продемонстрирует. На себя платок нацепит, друзья мои, да, да, изображая себя, знаете, на кухне эдакой хозяюшкой, да. И тут же пожрет на камеру обязательно, на стримах, это уже, знаете, просто, как говорится, сам Бог велел. И продемонстрирует в роликах, смотрите, ой, я сейчас использую наши домашние яйца. Ой, какой шикарный домашний майонез получается из вкусных домашних яиц, да. Какое сало, просто тает во рту. В общем, друзья мои, так много у лёльки всяких разных приёмчиков, да. Да, бедная несчастная уже не знает, как свой товар расхвалить, нахвалить, лишь бы только, как говорится, брали, да. Лишь бы только брали. Да, особо что-то я смотрю, что очередь за этим лёлькиным товаром, за лёлькиной продукцией, друзья мои. Вот этой продукцией, которую она заявляет, фермерская продукция, высококачественная, всё свежее, наисвежайшее, полезное, да. Да, ешьте сами и кормите своих деток, да. Но очередь за этой продукцией как не стояла, так, собственно, и не стоит. По этой причине, друзья мои, сегодня поберуха решила сделать финт ушами, да. И, собственно, трясёт уже коробками, коробками на всеобщее обозрение. Выставила всё это дело в телеграм-канале и подписала следующее. Самые шустрые уже успели оформить заказы. Да, представляете, а я, мол, поехала на почту. Ну да, друзья мои, это из серии «Налетай, торопись, покупай живопись». Да, в данном случае покупай не живопись, а покупай лёлькин непонятно что, как говорится, да, кота в мешке. Я бы так сказала. Ну уж, да, действительно, лёль, кому-то свезло, так свезло. Мало того, что часть продукции вообще непонятно, чья, как говорится, из какого хозяйства будет, тоже никому не ведомо, да. И где там это там мяско пролежало до того, как из него начали что-нибудь делать. Сколько лет оно там где-то лежало, как говорится, по морозилкам, да, тоже никому не известно. Ну и, собственно, да, зная прекрасно, как у лёльки постоянно меняются вот эти помощники-работники, которые, собственно, тоже имеют прямое отношение к приготовлению, да, того, что лёлька потом продаёт, друзья мои, выдаёт за свою фермерскую продукцию. Так вот, никто из этих помощников-работников, собственно, ни у кого из них даже санитарных книжек нет, вообще ничего нет. То есть там, как говорится, все-все, вот кто вхож в этот дом, да, а там как один большой муравейник, там, собственно, все хватаются за эту продукцию. Вот уж, лёлька, действительно, самые шустрые, как написала лёлька, уже оформили заказы, лёль. А мы, конечно же, им, естественно, завидуем. Надеюсь, всё будет хорошо. Ну что, налетай, говорит, оторопись. Вы знаете, вовсю, ребят, решила продемонстрировать, мол, посмотрите, посмотрите, сколько коробок у меня заказали, сколько товара, посмотрите туда-сюда. Ну, понятное дело, если бы действительно лёлькина продукция была бы так хороша, да, о чём мы с вами постоянно говорим, если бы её продукция действительно была бы хорошая, качественная, если бы она пользовалась бы спросом, ей не надо было бы идти на всевозможные ухищрения, каждый раз выкладывать себя, жующую, да, рекламирующую, ой, сало, ой, вкусное не могу, ой, яйца какие, да, ой, там что-то там тоже какое-то и так далее, да, ой, тушёнка прямо вообще, хоть вот прямо вообще объедение офигенное, обалденное, пупенное. Да не надо было бы это делать никому, да, тот человек, который уже заслужил и заработал свою репутацию, у кого есть, как говорится, уже своя клиентская база, да, только успевай готовить было бы из чего, как говорится. А здесь, друзья мои, вообще ничего, как говорится, ни два, ни полтора, да, ну и, естественно, никаких покупателей, по большому счёту, у Лёльки нет. Лёлька на своих стримах мало того, что прибедняется постоянно, мало того, что клянчит деньги, так ещё и заставляет всех своих хомяков-обожателей скупать её продукцию в три дорога, да. Её, не её, там вообще непонятно чё, там, может быть, даже из магазинной продукции готовят, а чё бы и нет, как говорится, да, всякое даже себе вполне может быть. Ну, да. Так вот, друзья мои, Лёлька демонстрирует и копчёное сало от молодых поросят, и туда-сюда, и составила все, значит, эти коробки, решила нам продемонстрировать, мол, посмотрите, какую пирамиду из коробок я выстроила, посмотрите, вот это всё, сейчас уже вот эти заказы отправятся на почту. Ребята, только знаете, вот самое интересное, когда я посмотрела на эту конструкцию, на эту пирамиду, друзья мои, которую Лёлька выстроила, ну, типа, посмотрите, посмотрите, сколько у меня заказали, моё мнение, что эти коробки были абсолютно пустые, потому что, если так поставить наполненные коробки, это скажет абсолютно любой нормальный человек, да, то эта конструкция с высокой долей вероятности просто навернётся, как говорится, по полной программе, да, всё там свалится, развалится и так далее. Короче, друзья мои, Лёлька уже не знает, как говорится, как из трусов выпрыгнуть, лишь бы только покупали её офигенную продукцию в Тридрога. Но, ребят, это не только, не только этот момент сегодня меня, как говорится, зацепил, да, на канале Упоберухи, а ещё, по-моему, вчера выходил Лёлькин шортс, шортс про детей. Ребят, там, конечно, вообще ситуация от нас. Вы знаете, вот практически всякий раз, когда Лёля показывает Варю, так или иначе, у меня практически всегда есть момент с возмущением, да, потому что то нам демонстрируют там голенькую Варю, да, в одних памперсах, то вообще без всего, то ещё что-то. Ну, а здесь, друзья мои, шортс под названием «Катают как колбаску». Вы знаете, когда я посмотрела, как, собственно, бедную эту несчастную Варю катают, действительно, не то, что как колбаску, даже не знаю, да, вот катись колбаской по малой спаской, вот, наверное, в этом плане Лёлька имела в виду, да, как её тискают все, кому не лень, маленькие дети, которым ещё даже не под силу и не гоже по возрасту поднимать так маленького ребёнка. Варя для маленьких детей, для таких детей, как Матрона, для таких детей, как Настя, Варя, ну, достаточно тяжёлая сама по себе. Вы знаете, когда я увидела, с каким, друзья мои, остервенением Настя, да, Настя, вот эта вот первоклашка, схватила эту бедную несчастную Варю, прям хватает, прям, знаете, вот так вот рот ей так резко рукой вытирает, прямо вот эта челюсть так туда-сюда ходуном ходит. Вот я смотрю на эту Настю, ребят, и я понимаю, что Настя ведёт себя, ну, мало того, что как-то немножко неадекватно, я бы сказала, да, как-то резко, и вот моё мнение, да, что она вообще, она в силу своего возраста, Настя, первоклашка, не отдаёт абсолютно себе отчёт, и не отдаёт отчёт своим действиям и своим поступкам. Она даже не понимает, что это не кукла, это маленький ребёнок, это живое существо. Но что самое интересное, в этот момент всё это дело снимает мамаша, да, вот эта великая мать-перемать, которая до сих пор, друзья мои, надеется на чудо чудное, что всё-таки ей дадут статус матери-героини. И Лёлька всё это снимает, потом демонстрирует, как, значит, завалилась там Матрона, сверху на Матрону ложится Настя, и сверху там ещё к ним прилегла Лёлька, свою морду лица в экран засунула, и тоже вместе с ними гогочит. Лёль, тебе не гоготать надо было. Ты зачем позволяешь своим маленьким девчонкам, которые вообще не понимают, что это ребёнок, и его можно травмировать, повредить, да, сломать ему позвоночник, что-нибудь ещё, не дай бог, как говорится, да. Конечно же, никто, не дай бог, такого не желает, но в любом случае, ты что, ненормальная. Ты не понимаешь, что можно нанести травму маленькому ребёнку? Ты видела, как Настя схватила этого ребёнка? Во-первых, ещё раз хочу сказать, что для Насти это слишком тяжёлая ноша, Варя, да. Варя достаточно тяжёлая. Тяжёлая даже, я считаю, для Саши 11-летней. Ну, одно дело там подержать, там пару-тройку секунд, другое дело носить на руках и укачивать. А здесь вообще Настя – маленькая худенькая первоклашка. Ну, так, опять же, на минуточку. Во-вторых, Настя вообще не понимает, как надо держать ребёнка. Лёль, очень странно, что тебе вообще настолько наплевать. Я, конечно, понимаю, что у тебя много детей, но как мать ты всё-таки, да, являешься, помимо того, что ты мать, ты законный представитель этих детей, ты несёшь за этих детей полнейшую ответственность, как ты всегда любишь повторять, что я ему мама, я ему папа и так далее. Где же твоя ответственность? Где же твой вот этот вот материнский инстинкт, который, по идее, у тебя должен быть? Хотя, ребят, опять же повторюсь в миллионный раз, что, ну, нет у Лёльки материнского инстинкта. Нет, не было и никогда не будет, да. Количество детей, наличие или отсутствие детей вообще на материнский инстинкт, к сожалению, не влияет. Есть огромное количество тому, да, вариантов, подтверждений, когда многодетные матери, многодетные матери, да, такие вот как Поберуха, тоже много детей и так далее, но материнского инстинкта как, собственно, не было, так и нет. Поэтому у Лёльки, вы знаете, другая бы уже, не дай бог, увидела бы, да, что вот такой маленький хрупкий ребёнок хватает другого ребёнка, да, да уже бы там стартануло, да вообще начнём с того, что не оставила бы даже вот в том... А это специально, намеренно сказала Насте, что делать. Да эту Варю пеленает, как этого куклёнка туда-сюда. Ребят, я просто в шоке. И сидит за кадром, гогочит свою морду лица в экран, засунула. Боже мой, какие вообще вот прям такое, знаете, такое впечатление, что ей не 38 лет, а как будто ей вот по уровню развития тоже столько же, собственно, сколько Матроне и сколько Насте. Что касается ребёнка, да, вот мне просто интересно, ребёнку уже 18-го числа исполнилось как раз-таки 6 месяцев. Лёль, вы его до которого возраста собираетесь пеленать, как вот этого куклёнка, да, как ты постоянно пишешь и говоришь, вы сколько её будете так пеленать? Ей надо как-то вообще-то развиваться, ей надо как-то ползать, ей надо как-то уже пытаться, да, что-то сделать и так далее. Это ребёнок, он должен расти, он должен развиваться. Не, ребят, двигаться должен, да, а они его пеленают. Зачем? Ну, понятное дело, по какой причине Лёлька это делает на постоянной основе? Да чтобы не мешалась, да. Ну-ка, запеленала, затянула её вот в этот кокон. Попробуй, как говорится, развяжись, да, не развяжешься. Засунула в коляску, засунула туда на холод в эту молочную, да, в эту, как, господи, в летнюю кухню. И всё, и кинула там, ещё соску в рот засунула, так, чтобы, как говорится, вообще не мешала и звука не издавала. Это я в шоке, ребят. Шесть месяцев, как лежала она у неё закутанная, да, замурованная в этом коконе в два-три месяца, так до сих пор и лежит. Уже седьмой месяц пошёл, а она у них всё лежит. Всё лежит, лежит, лежит и лежит. И только тогда, обратите внимание, как правило, когда нам показывают, вот обратите внимание, ребят, что у них Варя там где-то ползает. Ну, как правило, это тогда, когда Шурик приезжает, ой, папа приехал, да, выкладывают целые шорцы, папа, дочка там, да, доча, доча, на кого ты похожа и так далее. И только тогда показывают, вот как Варя что-то, вот Варя там ползает, вот Варя рядом с папой, вот Варя пытается там лежить на животике и так далее. А так, когда папы, видимо, нет, когда папа, видимо, всё-таки куда-то там сваливает, на вахту, не на вахту, уж не знаю, куда он там сваливает, понятия не имею, да, предположить могу, но уже так, как говорится, со стопроцентной уверенностью, конечно же, сказать не могу, потому что я там с ними не живу, да. Так вот, друзья мои, слава богу. Но в любом случае, видимо, вот когда папа уезжает, то Лёлька, чтобы всё-таки Варя не мешала, да, а дети, кто там, Саша, да, кто там будет помогать с Варей? Саша, ну так Саша в школе, как ни крути, да, то есть понятное дело, а Лёльке ребёнок, чтобы не мешал, закатала, запеленала и в эту, в летнюю кухню отправила, и пусть там лежит, как говорится, и даже звука не издаёт. Я вообще в шоке, я посмотрела на всю эту ситуацию, ну точно дура дурой. Ещё бы, Лёль, ты бы ещё бы, знаешь, этой Веронике дала бы, которой два с половиной года, ты бы ей ещё в руки всучила бы вот эту вот Варю, вот было бы вообще весело, да. Ну я так понимаю, ребят, вот когда Веронике исполнится, там 8 мая, какой у неё день рождения, по-моему, 8 мая, да, не суть важна, в мае, когда Веронике три года исполнится, наверное, уже будут доверять, таскать как раз-таки Варю. Это вообще трындец. Моразм крепчал, деревья гнулись. Друзья мои, ну то, что Лёлька, как говорится, ебаньку из сказки Морозка, собственно, мы с вами это знаем прекрасно. Вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok